Добро пожаловать на наш канал! Сегодня приготовим легкий и красочный стирфрай с кальмарами и овощами, а также научимся красиво нарезать кальмаров, придавая кусочкам форму колоска или цветущего вереска. Для приготовления блюда вам понадобятся компоненты из этого списка. Начнем с приготовления кальмара. Свежего кальмара нужно очистить, удалить уз и щупальца, а если кальмар замороженный, то предварительно его разморозить. Подровняйте форму кусочка и разрежьте тушку на две части. Разверните кусочки так, чтобы внутренняя часть мякоти оказалась сверху. Любые рисунки наносим только с внутренней стороны тушки. Начнем с рисунка колосок. Установите нож под углом 45 градусов и сделайте тонкие диагональные надрезы по всей длине кусочка. Надрезы должны быть довольно глубокими, примерно на две трети толщины кусочка. Чем более частыми будут надрезы, тем более красивым в итоге получится рисунок. Поверните кусочек и установите нож ровно под углом 90 градусов и сделайте такие же диагональные надрезы с другой стороны. Получится рисунок напоминающий сетку. Нарежьте кусочек на небольшие треугольники. Теперь нанесем рисунок цветущий вереск. Он немного проще по исполнению, чем колосок. Установите нож под углом 45 градусов и сделайте два длинных горизонтальных надреза по всей длине кусочка с одной стороны и с другой стороны. Затем поверните кусочек и установив нож ровно, сделайте вертикальные надрезы по всей площади кусочка. Нарежьте кусочек на небольшие прямоугольники. Вскипятите воду и приготовьте две емкости. В одну влейте холодную воду, а в другую кипяток. Партиями забрасывайте подготовленные кусочки кальмаров в горячую воду. Кусочки сразу же свернутся и вы увидите получившийся рисунок. Как только кусочки свернулись, переместите их в холодную воду. Пусть охладятся несколько секунд, а затем переложите их на тарелку. Кальмары подготовлены и мы можем приступать к приготовлению нашего блюда. Стир-фрай готовится очень быстро, поэтому заранее подготовьте все компоненты. Лук тонко нарежьте вдоль волокон, так он получится более хрустящим на вкус и сохранит свою форму. Нарежьте тонкими полосочками морковь или натрите ее на специальной терке. Также мелко нарежьте очищенный корень имбиря и чеснок. Для того, чтобы блюдо получилось не острым, но в нем присутствовал аромат острого перца, используйте острый перец целиком, а если предпочитаете умеренно острое блюдо, разрежьте его на крупные кусочки. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Когда масло начнет практически дымиться, добавьте лук и обжаривайте 1-2 минуты. Интуитивно вам захочется уменьшить огонь, но не делайте этого. На большом огне овощи быстро приготовятся, аппетитно поджарятся, но при этом сохранят свою хрустящесть и цвет. А если огонь уменьшить, они будут тушиться в собственном соку. Добавьте на сковороду острый перец, имбирь и чеснок и обжаривайте все вместе еще 30-40 секунд. Добавьте овощи и обжаривайте все вместе еще 1-2 минуты. Когда овощи практически готовы, добавьте кусочки кальмаров. Перемешайте и обжаривайте все вместе еще 30 секунд. Влейте соусы и добавьте приправы. И обжаривайте еще 1 минуту. Если вы планируете подавать блюдо с гарниром, добавьте на сковороду также 1-2 столовые ложки воды. Подавайте блюдо, присыпав щепоткой кунжута и свежего зеленого лука. Наш легкий и сочный стир-фрай с кальмарами и овощами готов. Приятного аппетита!